Здравствуйте! В эфире «Новый день». Каким должен быть богатырь? Былины уверяют сильным и добрым, зычным голосом и хорошим сном. И, пожалуй, главное качество – он любит родину и всегда готов ее защищать. Не перевелись ли богатыри в 21 веке? Совсем недавно это выясняли в Чебоксарах. Богатырские квесты проводят уже второй год подряд. Чтобы пройти их команде, нужно преодолеть три этапа. Первый – интеллектуальный. Участникам необходимо ответить на вопросы, посвященные истории России. Принимают участие семь команд профессиональных обязательных организаций. В этом году мы впервые проводим его на республиканском уровне. Если мы первый год проводили его только на городском уровне, у нас было представлено основные техникумы СУЗы города Чебоксара только, то в этом году к нам присоединился еще Новочебоксарский химико-механический техникум. К современным богатырям требования все те же. Они должны уметь постоять за родину, а значит, навык обращения с оружием крайне важен. Именно это демонстрируют кандидаты в богатыри на втором этапе состязаний. Также участники должны быстро надеть защитный костюм и оказать первую медицинскую помощь. За их действиями зорко наблюдают судьи. Здесь и представители МВД, и главный нарколог Чувашии, и помощник военного комиссара республики. Для нас, как для военного комиссариата, это плюс в том, что ребята дополнительно самостоятельно под руководством преподавателей-организаторов ОБЖ готовятся. Это как и пулевая стрельба, это как и строевая подготовка. И просто дисциплинируют юно-армейцев, готовят к службе. На заключительном этапе состязаний выявляли самого зоркого и меткого. По результатам соревнований лучший второй год подряд признали команду кооперативного техникума. Победителям вручили кубки и ценные призы от партнеров соревнований. Сегодня последний день календарной зимы. В старину на Руси по погоде 28 февраля определяли многое. Например, какой будет осень, если на улице пасмурная зябка, значит и золотая пора запомнится холодами и дождями. Выглянет солнце, осень будет сухой и теплой. Если случался паводок, крестьяне делали вывод – впереди хороший сенокос. А вот если к 28 февраля снег таял или его на земле оставалось совсем немного, ждали неурожая. Кроме этого, красный закат 28 февраля предвещает сильные метели в марте, а яркий месяц в небе сулит холода и позднюю весну. Сегодня и завтра хоккейный клуб Чебоксары должен был провести выездные игры в Красноярске. Но в сибирском городе сейчас проходит универсиада. Поэтому встречи решили провести в столице Чувашии. Это две последние игры перед плей-офф. Исход встреч никак не повлияет на положение нашей команды в турнирной таблице. И это лишь на руку любителям хорошего хоккея, считают эксперты. Они уверяют, лучше всего богатыри играют в морально полурасслабленном состоянии, когда над ними не давлеет задача. Насколько эти прогнозы окажутся верными, узнаем сегодня и завтра вечером. Игры традиционно пройдут в Ледовом дворце начало 18.30. Если вы не сможете лично поддержать чебоксарских богатырей, то болейте за спортсменов онлайн. Трансляции игр будет вести наша телекомпания. Заходите на сайт чгтрк.ру и следите за хоккейными баталиями. А у меня на этом все. Ну а завтра? Завтра будет новый день.